Усач есть! Мы это сделали! Вот такой красавец! Вот он, долгожданный красивый рыб, небольшой, красивый. Усач реки Лоба. Ну и все. А теперь гулять. Для во всем, друзья, мы находимся на реке Лоба. Пытаемся ловить эту прекраснейшую, красивую, многими желанную рыбу Усач. Ловим на донку. Мы давно уже ловим эту рыбу. Много экспериментировали. Ловили с разными прикормками, с разными насадками. И сделали кое-какие выводы. Если поставите класс, вы узнаете несколько секретов поимки этой рыбы. Рыба очень красивая, многими желанная. Даня что-то тащит. Мы много экспериментировали с разными прикормками, без прикормок. Пришли к выводу, что прикормка при ловле Усача не нужна. Прикормка позволяет начать клевого Усача буквально на час раньше, чем его основной клевый. Пришли к выводу, что лучше всего эту рыбу ловить на донку, без прикормки. Прикормка, как я говорил, дает эффект максимум от того, что буквально на один час рыба начнет раньше ловиться. Основное время кормления этой рыбы – это ночь. Эта рыба начинает скатываться в ямы. Пик своей активности – это с заходом солнца. Бывает, сидишь и просто водоем бурлит от всплесков Усача. Чаще всего это рыба от 200 до 400 до 600 грамм. Как нам рассказали местные, ловится чем холоднее погода, тем чаще рыба начинает попадаться крупные экземпляры. Мы перепробовали множество разных прикормок. В принципе, какой состав роли не играет. На Усача, когда в водоеме его достаточно, он не нужен. По насадкам ловили мы на опарша, ловили на червя и ловили на паденку. Паденка – это бабочка однодневка, а ловят непосредственно на так называемого метелика, личинки-бабочки. На третьем месте – это опарыш. Пока он давал результат хуже всего. На опарыша, когда еще светло, при работе с прикормками неплохо отзывается головой. То есть, если начинаешь ловить с прикормкой, пока еще солнце не село, на закате великолепно ловится на опарыша головой. С заходом солнца, когда рыба начинает скатываться с кормовых мест на ямы, мы ловим в яме. Усач начинает ловиться на все. Как я говорил, на третьем месте опарыш, на втором – червь. На червя клюет реже, но рыба порой крупнее. На паденку – это лучшая наживка. Поклевок очень много бывает. Это, естественно, его основная пища. Берет он ее с жадностью. Но и рыба ловится мельче, так как мелкая рыба просто перехватывает у более крупной. В принципе, при активности усача за три часа поймать 30-40 штук – это нормальная рыбалка. Сегодня пока клев славен. Буквально поймали по несколько штук, поцеловались, сфоткались, отпустили. По вкусовым качествам нам не понравился. Пробовали его сжарить. Наверное, одна из самых невкусных рыб, которую я когда-либо пробовал. Еще можно его в соленом виде есть. Но любая белая рыбница в разы вкуснее. Поэтому как гастрономическая рыба не стоит того. А вот как интересная для рыбалки. Почувствовать его поклевки, вываживание. Особенно если экземпляры попадаются 400-600 грамм и больше. Это уже удовольствие отлично. Ну вот сегодня слабенький клев. Посмотрим, что будет. Прозевали поклевочку. Вот что я сейчас и сделал. Смотрите. Раз, два. Кидаем вперед. Видите, да? Забросили. Далее по голове. Палочки поставили. И идем. Смотрите, что сейчас будет. Все так надо объяснять. Понял? Вот это, что была поклевка. Это уже была поклевка. Есть! Небольшой. Но усадь. Маленький. Хорошенький. Красивенький. Вертлявенький. Вот такой, малыш. В виде монтажа я использую простой классический онлайн. Все. Обычный фидерный онлайн. Который я навязываю отдельно. Они у меня лежат. Вместо кормушки прицепил грузило 80 град. Поводок. 50 сантиметров. Леска 0,18. И... Такое, вряд ли видно. Крючок. Банан. Восьмерка. Я там кормил, кормил метель. Там уже полбанки выбросил. Ага. А что он смотрел? Он выкидывает метель. Говорит, мало метель. Выкидывает его, а потом мы виноваты. Ты смотри, мою точку отбитую. У тебя же точек пять штук поменялось. Снимай этого ягаврика. Да. Виталик, скажи мне, пожалуйста, какое максимальное количество опарышей ты насаживал на один крючок. Своей гибель. Я не знаю. Это не смешно. Сколько ты насаживаешь? Я не могу даже уже посчитать. Ну, полбанки. Оказывается, писать будет опарыш. Поклёвочка, хорошая поклёвочка. Ну-ка. Смотри, на чистого опарика было лучше активно. Я сейчас подсадил. Во. Давай себе. О, блин, теперь. Все у тебя клюют только маленькие. Красавцы. Маленькие, но удаленькие. Маленькие, но удаленькие. Флагор. Слушай, ну сегодня вообще день сопляков. Сегодня вот такие малыши только и клюют. И самое интересное, лучшая насадка сегодня оказалась для этих малышей опарыш. Давайте попробуем одеть червячка. Рыба сегодня довольно пассивная. Ловим около двух часов. Поклёв, поймали на двоих. Десятка-полтора. Самый крупный, грамм 300. Все остальное, это чуть больше ладошки малышей. Оп, поклёвочка. Поклёвки довольно слабые и огромное количество пустых. Примерно 5-6 поклёвок. Реализация есть, есть, есть. Реализация одна рыба на 5-6 поклёвок. Много рыбы сходят по дороге. Постоянно попытаемся подобрать крючок, насадку, размер насадки. Пока не понятно. Есть, малыш есть. Вот такие вот. Сегодня клюют исключительно вот такие малыши. Возможно поэтому и идут пустые поклёвки исхода. Потому что рыбка очень небольшая, но очень красивая. Вот такие красавицы с усиками. Сегодня, как это необычно работает, лучше всего опарыш. Лучше всего. Хотя вот бутерброды, метелик, опарыш. Опарыш, червяк тоже срабатывает и тоже поклёвывает рыбу. Но рыба, рыба сегодня очень-очень капризная и именно очень мелкая. Сого крупного грамм 300 поймал сажи. У меня только вот такие вот маленькие красавчики. Пытаемся ловить. У меня больше, у меня больше. А у меня самозан. Небольшой красавчик. Ты сегодня будешь звать папу с мамой? Или будут все такие же? Какой он помолок? Нет, какой он красивый, Сань. Шикарная рыба, очень красивая. Очень красивая. Очень красивая. Маленькая, но красивая. Видеть можно. Рыба сегодня очень посевенькая, зато очень интересно клюет. Бывают резкие подергунчики, а бывает просто нежное шевеление клювертипа. Просто очень плавно. Такое ощущение, что рыба взяв в рот насадку с крючком, отплывает в сторону, чувствует слабенькое натяжение и останавливается, возвращается назад. И так по несколько раз. Если в этот момент понять, что рыба с насадкой во рту сделать подсечку, то будет резолюбивная поклевка. И в то же время наоборот, когда порой видишь сильные подергунчики, при чем ты подсекаешь, рыба всплывает, выплевывает. Чувствует натяжение и выплевывает потихонечку, потихонечку, как сказал наш великий Александр. Да, Саня? Когда крупная рыба пассивная, активизируется мелочь. Возможно, сегодня мы так и попали. Крупный усач совершенно неактивный, поэтому активная мелкая рыба. Из-за чего и происходит огромное количество пустых поклевок, огромное количество сходов. Ничего, потихонечку полавливаем. Здесь, давай, красавчик. Маленький, но бойцовый. Бойцовый усач. Давай, давай, давай. Вот он, вот он, малыш. Поклевка была, как я и рассказывал, просто певертив, буквально чуть-чуть натянулся, буквально на миллиметр. После этого ослаб, через время опять натянулся и ослаб. Я сделал подсечку, а рыба там сидит. Мелкая рыба, взяв насадку, отошла в сторону. Почувствовала натяжение, нагрузила и певертив. Вернулась назад, не выплюнув насадку. И так это бывает по несколько раз. Если этот момент именно подсечь, то вы будете с рыбкой. Вот, казалось бы, все нам рассказывают, что усач сильная рыба, зверские поклевки. Но вот мы попадаем, это не первый раз, когда даже 600-граммовые усачи клюют вот настолько нежно и слабенько. Какая цель. Вернулась. На что последний фальмар? Петель. Сапарис. Смотрю, что какой повязал? Второй. Свой любимый? Да. А знаете, почему он у меня любимый? Почему? Потому что у меня других нет. Потому что у меня других нет. Ха-ха-ха. Ясно. Офигеть. Я думаю, что у меня нихера не будут. Давай обманул. Есть, есть, есть. Красавчик. Давай, боец. Боец. Ой-ой-ой. Как красиво играет на фоне неба. Светлечок. Давай, давай. Вот он, малыш. Малыш чуть побольше. Малыш чуть побольше. Поприятнее. Ой, какие у него красивые губы и усы. Ой, какой красавец. Чуть-чуть побольше. А какие усище. Какой рот. Слушай, ну рыба очень красивая. Я бы сказал, что одна из красивейших рыб из тех, что я его когда-либо ловил. Просто красненькие плавнички. Все-все-все, не держу тебя. Беги, 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 беги. Такая хорошая, уверенная поклевка была. Просто приятная. Такие бы все были поклевки. Был бы вообще кайф. Сразу видно, чуть-чуть покрупнее рыбка. Вдруг сейчас разлоимся. Как наловим, как наловим. Ну что, друзья. Отловили мы 4 часа. Поймали чуть больше трех десятков. Небольших до 300 грамм усачей. Всех выпустили. Рыбалка сегодня откровенно очень-очень слабая. Рыб клевал мелкий. В приоритете была паденка с комбинацией с белым опарышем. То, что сегодня рыба хоть как-то предпочитала. Поклевки, как я рассказывал, были очень-очень слабые. Ну ничего, половили. Получили удовольствие. До новых встреч, друзья. Ставьте лайк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова